Да, да, Сергей Владимирович, хорошо, все слышно. Да, клинический пример номер один. Пациент, вообще, немножко сейчас отвлекусь. Мы занимаемся пертониальным диализом в условиях реанимации и экстренного начала этого метода с 2018 года. Тогда же, вот, в 2018-2019 годах, в 2020 году, к сожалению, у нас не было таких примеров. Ну, вероятнее всего, это связано и с ковидом, и много других причин. В январе 2019 года к нам поступила пациентка, 58 лет, которая уже страдала хроническим бломерным унифритом, однако регулярно у нефролога не наблюдалась. В течение недели-полутора до госпитализации стало отмечать ухудшение самочувствия, стойкое повышение артериального давления, чувство нехватки воздуха, незначительной физической нагрузки, участились носовые кровотечения. Пациентка изначально перед поступлением в наш стационар была проконсультирована в первичном сосудистом центре, где ей был исключен острокоронатный синдром. Поступила к нам она сразу в реанимацию в тяжелом состоянии, с удружной готовностью, выраженной церковной патией, постозностью подхожной жировой клетчатки и вануреи. По лабораторным данным, она имеет тяжелой степени, креатинит выше 1000, мочевина 49. Электролитные нарушения, нарушение воды, кислотно-щелочного баланса. Также не исключалось острое нарушение мозгового кровообращения. После консультации невролога было выполнено КТ, об этом будет сказано позже. По УЗИ сердца, троп-клапанная недостаточность, кардиостероз, дилатации предсердий, левое и правое, дилатации правого желудочка, гипертрофия левого желудочка и легочная гипертензия. По экстренным показаниям пациентки был выполнен сеанс заместительной почечной терапии, экстракорпоральный, низкопоточный гемодиализ с минимальными показателями. На следующий день пациентки выполнили КТ головного мозга, не исключалось нарушение мозгового кровообращения, двусторонний неферостероз по УЗИ также был подтвержден. Выставлен клинический диагноз, комбинированное основное заболевание, хронический беломированный нефит, особо рахноидальное кровоизлияние, анемия, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца. По лабораторным данным была некоторая положительная динамика. Был проведен консилиум. У нас, как и во многих учреждениях, проводят в тяжелых случаях заседания мультидисциплинарной бригады, консилиум. Учитывая коморбидность патологии, учитывая наличие нарушения мозгового кровообращения, выбран в качестве метода заместительной почечной терапии был острый перетенеальный диализ, так как не рекомендовано было проведение антикоагулянтной терапии, и были достаточно высокие риски синдиализных осложнений, которые могли привести к летальному исходу. Вечером, на исходе первых суток от госпитализации пациентки была выполнена мини-лапротомия, имплантация перетенеального дренажа и начало перетенеального диализма. Был проведен автоматизированный перетенеальный диализм, это сеанс заместительной почечной терапии номер 2, в последующем было проведено еще 7 сеансов автоматизированного перетенеального диализма по шаговой интенсификации программы. Были достигнуты достаточно неплохие результаты. В последующем, после стабилизации состояния пациентки и при ее активизации, при переводе из отделения реанимации уже в мифрологическое отделение, была диагностирована перекатетерная протечка. Сама пациентка взвесила все заявки против дальнейшей методики заместительной почечной терапии, социальная она не совсем благополучна была, и выбрала в качестве программного метода программный геомодиализм. В последующем пациентке был проведен В последующем пациентке был проведен выполнена имплантация перманентного центрального венозного катетера. Пациентка введена в программу геомодиализма и переведена в частный диализный центр. Клинический пример номер 2. Пациентка, 48 лет, поступил также к нам в реанимацию. Достаточно длительный у него коронарный анамнез. В его небольшом возрасте он уже имел заключаемый острый инфаркт миокарда, пластику аневризмы миокарда и стентирование коронарных артерий. Пациент имел нефлопатию смешанного генеза, на учете унифролога не состоял. После проведения очередной селективной коронарографии, которая была проведена в качестве дообследования для имплантации тропокамерного ВКС, развелось острое почечное повреждение, резкое снижение темпов дюреза, нарастание азотемии. На консультацию был вызван наш специалист, и пациент переведен в городской мифрологический центр. При переводе состояние тяжелое, отеки подхожей жировой клетчатки, нижних конечностей, аннория, гемодинамика нестабильная, на инопропной стимуляции адреналии находился пациент от СВД в пределах нормы, анемии не было, повышение креатинина мочевины незначительное, электролитные нарушения. По УЗИ сердца глобальная сократимость левого желудочка резко снижена, снижение систолических функций правого желудочка, выраженная левочная гипертензия. Трепетание предсердий с частотой желудочкового сокращения больше 100 по электрокардиограмме. Нефропатия смешанного генезом, хронический кардио-аренальный синдром, хронический гепторенальный синдром, контраст индуцированная нефропатия. Это тот диагноз, так называемый нефрологический диагноз, который был выставлен центру в реанимации, и были выставлены показания для проведения острой заместительной почечной терапии методом перитрениального диализа. Была выполнена имплантация катетера в брюшную полость методом мини-лапартонии под местной анестезией в условиях операционного, прошу прощения. Также с момента госпитализации на штационаре прошло менее суток, и к вечеру первых суток мы начали перитрениальный диализ, был выполнен автоматизированный перитрениальный диализ, сеансов было несколько. В течение недели пациенту проводились сеансы заместительной почечной терапии, методом перитрениального диализа, автоматизированный перитрениальный диализ. По шагу мы увеличивали интенсификацию, корректировали программу. За неделю нам удалось добыть из пациента жидкости 15 кг. То есть сам пациент изначально поступал, если рассчитывать, индекс массы тела был больше 32, однако же нам удалось его несколько стабилизировать в водно-электролитном плане. И третий пример – это в последующем предыдущий пациент был выписан и приведен на амбулаторное лечение, перитрениальный диализ ему не проводился. Клинический пример номер три – это пациент, который имел в ананозе хроническое злоупотребление спиртосодержащими жидкостями. Достаточно долго был его путь перед госпитализацией в наш стационар. Он обратился к терапевту в апреле 2018 года в поликлинику, затем был консультирован инфекционистом, хирургом, и только после этой череды специалистов он был переведен к нам в наш стационар. На учете у нефролога ранее не состоял, около двух недель до госпитализации стала нарастать желтушность кожного покрова, слабость и уничтожение количества мочи. Сразу же был госпитализирован в реанимации, нестабильная гемодинамика, низкое ЦВД, тяжелое состояние, постозность передней стенки живота и нижней конечности, множественное петухиальное высыпание, печень плюс 6 см из подреберной дуги, асцит и анория в течение двух суток. При поступлении выражена азотомия для пациента, не страдающего ранее почечной недостаточностью, повышение билирубина, печеночной недостаточности на нелегкую степень. По УЗИ также признаки цирроза, отечности стенки желчного пузыря, асцит по рентгену органов грудной клетки без особенностей, выставлен диагноз цирроз печени, класс С по ЧАЛД-ПИУ, полиорганная недостаточность, кардиомиопатия смешанного гемназа. Те же состояние было бы условлено полиорганной недостаточностью, и учитывая степень выраженности сердечной недостаточности, кариоглопатии на фоне печеночной недостаточности, проведение экстракрапоральной заместительной почечной терапии было сопряжено с крайне высоким риском витальных нарушений, и был выбран метод перитониального диализа. Также в течение первых суток пациенту было выполнено формирование доступа для перитониального диализа, в этот раз это был лапроцентез и тренирование в большей полости. Первый сеанс автоматизирования перитониального диализа в последующем с пошаговой интенсификацией программы, однако же, к сожалению, через три дня пациент скончался. Но, учитывая те данные, которые мы получили, в целом было отмечено снижение урагмических показателей мочевина и нормализация по водно-электролитному балансу. У меня все. Это фотография сделана с первого сеанса перитониального диализа у пациента в отделении реанимации в городской больнице номер 30-й город Нижнего Натара. Спасибо. Продолжение следует...